С помощью функции «сумм-если» вы сможете суммировать значения в ячейках, которые соответствуют заданным вами критериям. Например, можно создать такую формулу. Если b2 больше 100, прибавить c2. Если b3 больше 100, прибавить c3. И так далее. Функция «сумм-если» имеет такой синтексис. «Сумм-если» – открывающая круглая скобка, диапазон, точка с запятой, критерий, точка с запятой, диапазон суммирования, закрывающая круглая скобка. Диапазон – это диапазон ячеек, которые нужно оценить на основании критерия, например, от b2 до b6. Критерий определяет, какие ячейки в диапазоне будут выбраны, например, ячейки со значениями больше 100. Диапазон суммирования – это фактические ячейки для суммирования, если соответствующие им ячейки диапазона удовлетворяют критерию, например, от c2 до c6. Квадратные скобки вокруг диапазона суммирования указывают на то, что этот аргумент не является обязательным. Если диапазон суммирования не используется, то ячейки в диапазоне оцениваются на основе критерия, а затем суммируются те из них, для которых критерий выполняется. Давайте попробуем поработать с этой функцией. Сейчас мы создадим формулу, которая находит суммарную стоимость домов дороже 1,6 млн. рублей. Я начинаю со знака равенства, ввожу сумм «если» и открывающую скобку, выделяю диапазон, ввожу точку с запятой, заключая в кавычке критерий, в данном случае больше 1,6 млн. рублей, и нажимаю клавишу «ввод». Результат – суммарная стоимость домов дороже 1,6 млн. рублей, равна 9 млн. рублей. В этом примере мы не использовали диапазон суммирования. Ячейки в диапазоне от A2 до A5 оцениваются на основе критерия, а затем суммируются те из них, для которых критерий выполняется. В этом примере, если A2 больше 1,6 млн. нужно прибавить A2. Если A3 больше 1,6 млн. нужно прибавить A3. И так далее. А теперь мы создадим формулу, которая суммирует комиссионные за дома стоимостью больше 1,6 млн. рублей. Я начинаю со знака равенства, ввожу сумм «Если» и открывающую скобку. Выделяю диапазон, ввожу точку с запятой, заключаю критерий в кавычки, ввожу точку с запятой, выделяю диапазон суммирования и нажимаю клавишу «Ввод». Результат – сумма комиссионных за дома стоимостью больше 1,6 млн. рублей равна 630,000 рублей. В этом примере определен диапазон суммирования. Если A2 больше 1,6 млн. рублей, нужно прибавить B2. А если A3 больше 1,6 млн. рублей, нужно прибавить B3 и так далее. Функция сумм «Если» также позволяет оценить текст. Давайте создадим формулу, которая рассчитывает общий объем продажи фруктов. Как всегда, я начинаю со знака равенства, ввожу сумм «Если» и открывающую скобку, выделяю диапазон, ввожу точку с запятой, заключаю в кавычки критерий, в данном случае фрукты, ввожу точку с запятой, выделяю диапазон суммирования и нажимаю клавишу «Ввод». Как вы видите, общий объем продажи фруктов составляет 20 000 рублей. В этом примере, если A2 равно фрукты, нужно прибавить C2, а если A3 равно фрукты, нужно прибавить C3 и так далее. В функции сумм «Если» в аргументе критерия можно использовать подстановочные знаки – вопросительный знак и звездочку. Вопросительный знак соответствует любому символу, а звездочка – любой последовательности символов. Давайте просуммируем объемы продаж продуктов питания, название которых заканчивается на «Ы». я ввожу знак равенства, сумм «Если» и открывающую скобку, выделяю диапазон, ввожу точку с запятой, заключая в кавычке критерий, в данном случае это звездочка и «Ы», ввожу точку с запятой, выделяю диапазон суммирования и нажимаю клавишу «Ввод». Вы видите, что общий объем продаж продуктов питания, название которых заканчивается на «Ы», составляет 31 тысячу рублей. В этом примере, если последнее слово в B2 заканчивается на «Ы», нужно прибавить «С2». Если последнее слово в B3 заканчивается на «Ы», нужно прибавить «С3» и так далее. Теперь вы хорошо представляете себе, как складываются числа в Excel 2013. Конечно, вам еще многое предстоит изучить. Дополнительные сведения о сложении чисел в Excel 2013 вы найдете в сводке в конце курса. Субтитры создавал DimaTorzok